Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Новая жемчужина Самары. Софийский собор планирует достроить к осени 2017 года. Могли бы и лучше. Разбор полета в департаменте городского хозяйства после учений коммунальщиков. Он запустил тысячу ракет в космос. К 90-летию легендарного конструктора Александра Солдатенкова открылась выставка. Быстрее, лучше и экономичнее. Фасад Софийского собора должен быть готов уже в этом году. Такую задачу поставил губернатор Николай Меркушкин на рабочем встрече с архитектором, подрядчиком и представителями Самарской епархии. Собор Софии при мудрости Божией возводится уже 11 лет с перерывами. Сейчас до финала уже недалеко, хотя работы предстоит еще много. Олеся Корецкая с подробностями. Не откладывая в долгий ящик, меньше чем через неделю после посещения строительной площадки Софийского собора, губернатор встретился с авторами проекта, представителями Самарской епархии и генерального подрядчика. С открытием собора статус Самары значительно повысится. Она станет одним из православных духовных центров. Это Софийский собор, всегда Софийские соборы были главными соборами в России. Если мы посмотрим перспективу истории, это и в Киеве, в Полоцке, в Нижнем Новгороде, это всегда строился первый главный храм, Софийский храм. Поэтому это такое возрождение и традиции строительства Софийского храма, и перекличка его с такой столичной составляющей. Собор необходимо достроить не только быстро, но и максимально экономно, при этом без ущерба для внешнего вида, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин, детально изучая чертежи и сметы. И сколько-то тянет вот эта часть? Ну, где-то на все, про все мы сегодня посчитали, где-то порядка около 15 миллионов. Это с оконами, со всеми конструкциями. Сейчас все три фрагмента храма на разной степени готовности. Почти завершена верхняя часть. В среднем необходимо провести свет, наладить работу лифтов. В нижней части собора разместится духовно-просветительский центр с воскресной школой. Сейчас здесь готовят учебные классы. С архитекторами, с проектировщиками все согласовано сегодня. Остались как бы вот те доделки, доработки, которые там еще. Конечно, много работы, очень много работы. Фасадные работы должны быть завершены этой осенью. Глава региона советует при отделке максимально использовать современные материалы. Вы же знаете, порядок строительства. Строится и по-хорошему 5 лет делается перерыв, то есть храм работает, освещается. Как минимум 5 лет перерыв для того, чтобы все стало на свои места. Проект масштабный, но его необходимо оптимизировать, сократить расходы и увеличить темпы строительства и отделочных работ. Храм стоит на набережной. Ее обновят к чемпионату мира 2018 года. Поэтому к началу мундиаля собор должен выглядеть величественно и красиво, подчеркивает глава региона. Олеся Корецкая, событие. С внезапным снегопадом коммунальщики справились, но оценку 5 не заслужили. В Самарском департаменте городского хозяйства подвели итоги командно-штабных учений. По легенде, в 5 часов утра оперативным дежурным Красноглинского, Советского и Ленинского районов сообщили о резком ухудшении погоды, сильном снегопаде, метели и порывах ветра. На уборку города вышли сотни единиц спецтехники. Но чистили в основном главные улицы. Во дворах снегоуборочных машин и дворников было мало. Да и управляющие компании явно отнеслись к своим обязанностям без должного рвения. В Ленинском районе работали 12 снегоуборочных машин. Если бы чрезвычайной ситуации и впрямь случилось, этих сил было бы недостаточно. Следующие учения пройдут в железнодорожном промышленном Октябрьском районах. Первый заместитель главы города Владимир Василенко уверен, теперь необходима работа над ошибками. Еще раз подчеркиваю, мы проводили вот эту тренировку и проводили реально для себя увидеть недостатки, своими глазами все это увидеть. Поэтому мы сегодня открыто говорим о недостатках, о тех позициях, которые требуют доработки, которых нужно устранять и в дальнейшем их в работе своей не допускать. И реально обеспечить ту задачу, которая предлагается на нас на сегодняшний день. Это чтобы люди вышли из дворов, чтобы могли выехать, чтобы могли добраться до всех социальных объектов. 65-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Мехзавод. Многоэтажка вспыхнула в понедельник около 10 часов вечера. Когда спасатели прибыли на место, пламя уже вырвалось из окона и могло перекинуться на соседние этажи. Пожарным пришлось эвакуировать жителей. На улицу вывели более 30 человек, в том числе детей. Как сообщается, шестимесячному ребенку понадобилось помощь врачей. Он мог отравиться дымом. Малыша сразу же доставили в больницу. Как выяснилось позже, возгорание началось на кухне одной из квартир. Когда пламя потушили, там нашли труп пенсионера. Этажом выше сотрудникам МЧС пришлось вскрывать полы и поливать их водой. Они частично прогорели. Сейчас причины пожара устанавливаются. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре в суде завершили допрос обвиняемых в жестоком убийстве Андрея Гошта и его семьи. Ранее служители Фемиды опросили свидетелей и экспертов. Следующий этап – прения сторон, во время которых свою позицию выскажут представители гособвинения и защита, а присяжные вынесут вердикт. Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района. Подсудимые проникли в дом Гоштов, убили полицейского, а также пятерых членов его семьи – родителей, супругу, жену, брата, племянницу. Еще одна племянница бывшего начальника Сызранской полиции чудом осталась жива. Компенсация за содержание ребенка в детсаду сохранится, но с января изменился порядок ее получения. Право на нее имеет один из родителей, но при условии, если ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает полтора размера областного прожиточного минимума. В цифрах это около 14 700 рублей. То есть, если семья из четырех человек в месяц живет менее чем на 59 тысяч, то имеет смысл обратиться за компенсацией. Напомним, ее размер составляет 20% средней суммы родительской платы за первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. В Самарской области будут отмечать День отца. Закон об установлении нового праздника подписан губернатором. Появление официальной даты призвано повысить роль отцовства наряду с материнством в обществе и укрепить ценность института семьи. Отмечать праздник самарцы будут ежегодно в первую субботу ноября. Так, в 17 году День отца выпадает на 4 ноября. В свой день рождения Самарский художественный музей делает подарок посетителям. Бесплатно пускает на основную экспозицию. День открытых дверей 21 января. Кроме того, в субботу, начиная с 11.00, пройдут тематические экскурсии. Русская иконопись и меднолитая пластика 16-18 веков. Тайны музейной шкатулки, русский авангард и искусство Востока. Штормовое предупреждение объявлено в Самарской области. А все из-за холодов, которые пришли в регион. По сведениям синоптиков, до 20 января в губернии ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы 9 градусов и более. Лишь к концу периода среднее поволжье попадет под влияние фронтальных разделов Атлантического циклона. Они принесут с собой небольшой и умеренный снег, усиление ветра и повышение температуры воздуха. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса на счету Александра Солдатенкова почти тысячи запусков ракет-носителей с космодрома в Байконур и Плесецк. В этом году ему исполнилось бы 90. В честь легендарного конструктора в музее Самары Космической открылась выставка. История о главном ракетчике СССР слушал Андрей Горгуленко. Легендарного конструктора Александра Солдатенкова вспоминают человеком очень справедливым, всегда заступавшимся за подопечных. Так, однажды в 68-м году он защищал инженера-испытателя Виктора Алешина. Тогда, перед стартом, Алешин в условиях жуткого холода успел заменить на ракете неисправный прибор, но закрепил его только на трех болтах. Он за меня заступился, потому что я был исполнитель и контролер, за мной никого не было. Как я сказал, так и было. Мало ли, что могло случиться на ракете в этот период, при запуске космонавтов. И он был уверен во мне и оставил на госкомиссии, что нужно пускать. Именно за смелость, инженерную интуицию, мгновенное принятие решений и ценили Александра Михайловича. Многие годы он руководил запусками пилотируемых комплексов. Космонавты всегда были уверены в успехе, когда испытания возглавлял легендарный Солдатенков. Удачливый быть человек. Человек удачи. А удача, она приходит всегда к смелым. Поэтому он у нас был самым главным пускачем, особенно по пилотируемой программе. Когда пилотируемый Александр Михайлович обязательно пускал. Все космонавты его знали, уважали, ценили. На выставке, посвященной знаменитому конструктору, представлены его удостоверения, награды, личные вещи. Но главные экспонаты – стенды со слайдами, на которых отражены яркие моменты его жизни. В презентациях мы слышим интересные истории от людей. То, о чем мы не могли бы узнать ни из книг, ни из чего. Я, конечно, настаиваю, чтобы ветераны писали, чтобы собираются вот эти вот репортажи, потому что нашим посетителям интересны какие-то бытовые вещи, интересны случайности. Экспозиция про Александра Солдатенкова в музее «Самары космическая» будет открыта для посетителей еще два месяца. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты сейчас готовят материалы. Зла хватает. Вандалы испортили подземный переход на московском шоссе. Песни льда и пламени. Нашему корреспонденту раскрыли секреты. Люди редкой, но актуальной ныне профессии – ледовары. Тысячи благодарных пациентов. 27 лет у руля главной клиники области. Сегодня день памяти выдающегося самарского медика Владимира Середавина. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова